Мур, привет, друг, это Зверько и новостной выпуск по обновлению 1.4.52. Я хочу отметить, когда я говорю о ревортнутых персонажах, это значит, они еще не вышли на основной сервер. Когда станет известна дата выхода, вот точно, тогда вы в новостном выпуске услышите точную дату, а пока следим за изменениями. Атлас, пассивка, сделали таймер для замедляющего эффекта, теперь он накладывается не сразу, а спустя полторы секунды, зато увеличили замедление с 40 до 50%, и увеличили рост защиты, был 35-119, будет 64-120. Второй навык, теперь из него можно применять ульту, что гораздо удобнее для инициации, но нельзя ускорить возвращение мехи и оглушить противника. Ульта. Замедляющий эффект теперь 40%, и он не ослабевается временем. Крутят, вертят атласы, а особых изменений нет. Карина. Первый навык. Базовый урон зачарованной атаки увеличен с 165 до 180. Прирост урона с уровнем увеличили с 10 до 20, но магический бонус от предметов уменьшен с 75% до 55%. Второй навык. Также был урон 260, будет 280. Прирост с 20 до 25 повышен, но магический бонус был 130%, а будет 115%. Карина не очень популярный персонаж в высоком ранге. Чего на нее накинулись? Но по факту старт у нее теперь сильнее. Грейнджер. Первый навык. Теперь можно прервать оглушением. Вот эту правку надо было сделать до выхода героя. Но это четкий нерв. В этом видео не будет рекламы, но настоятельно рекомендую посмотреть гайд на Сиссириона. Он уже на канале. Как всегда, с раскрытием механики. Как быстрее копить ману. Теперь. Три реворкнутых героя. Изменения касаются только тестового. Но они могут выйти в свет уже с этими изменениями. Наталья. Пассивка. Изменили описание. О том, что вблизи она станет видимой. И если отойти, опять невидимой. Теперь, когда над противником появляется восклицательный знак, на Наталии тоже он появляется, но красный. Видимо, чтобы игрок понимал, что его заметили. Ульта. Теперь есть короткий период между активациями. Для того, чтобы не спамили тройным ударом. Напиши в комментарии, как тебе такие изменения Наталии. Фрея. Пассивка. Заряженная атака теперь не восстанавливает хп. А от предметов исцеляет по-прежнему. Второй навык. Теперь удары навешивают щит. Уменьшили физический бонус от предметов. Было 140%, будет 70%. Но вырастает до 280%. Последний удар по-прежнему подбрасывает противника. Ульта. Уменьшили базовый щит на 200. Уменьшили бонус физической атаки с 200% до 160%. Для всех уровней. Анимацию ульты ускорили. Ханза. Ранее. При высокой скорости атаки получал два заряда первого навыка. Теперь эту халяву убрали. Второй навык. Увеличили скорость нанесения постепенного урона. Что не озвучено в обнове. Теперь первый навык подбрасывает на короткое время. Видимо в прошлый раз у меня был баг и второй навык не прожимался повторно. Теперь ответственно заявляю. Из второго навыка действительно можно выйти прожав его еще раз. Изменение предметов. Господство льда. Убирают уменьшение шанса крита по носителю. А дают плюс 5% к скорости перемещения. Пассивка, которая замедляет противника. Ей увеличили радиус на 20%. Давно пора. Общая цена уменьшена с 2160 до 2010. Сумеречная броня. Убрали пассивку регент плюс 50 хп. Теперь это уменьшение шанса крита по носителю на 20%. Что уже неплохо. У этой брони и у щита немного изменили рецепт. Бесконечная битва понерфлена. Бонус чистого урона был 85%. Будет 70%. В принципе не так уж страшно. Клинок семи морей. Пассивку усилили. Теперь бонус не 100% к урону с руки. А 150%. Впрочем предмет непопулярный из-за ожидания атаки. Магический клинок теперь стоит 1150. А стоил 1300 золотых. Кираса грубой силы стоила 2120. А будет 1970 золотых. Сапоги воина стали дороже. С 690 до 720. Зато прочные сапоги подешевели. С 740 до 700 ровно. Ну а на этом все. Не забудь подписаться на канал. А плейлисты других видео я прикреплю в титры. Удачи друг!